Немного цифр. Аварий меньше не стало. Но статистика немного изменилась в лучшую сторону. К примеру, число погибших по сравнению с прошлым годом снизилось на 22%. Раненых на 2%. Меньше стало и ДТП, совершаемых пьяными водителями. Почти на 27%. Прошлый год действительно был аномальный. Почему? Потому что резко увеличился трафик. Вы помните, мы не раз разговаривали, что по замерам на основных участках федеральных автомобильных дорог, что региональных автомобильных дорог трафик рос до 20%. В текущем году мы не видим снижения трафика по сравнению с прошлым годом. При том, что дороги становятся качественнее, скорость авто остается высокой. И это одна из главных причин ДТП. В этом году растет число аварий с летальным исходом, который тяжело спрогнозировать. К примеру, сбивают пешехода, который ночью идет за чертой населенного пункта, или автомобиль, разгоняясь по щебенке, опрокидывается. Много и таких, когда в ночное время уставший водитель не справляется с управлением. Часто за мотоцикл садятся дети, и это тоже порой заканчивается травмой или гибелью. В Бийске и Барнауле растет число ДТП с самокатами. 32 дорожно-транспортных происшествия. В прошлом году было зарегистрировано 15. Погибших в этом году нет. В прошлом году у нас была девушка на электросамокате, которая допустила опрокидывание и впоследствии в лечебном учреждении скончалась. И раненых, получивших телесные повреждения, в этом году 26. В прошлом году было 13 человек. В этом году к административной ответственности привлекли 551 человека. В прошлом просто не было возможности нарушителей на самокатах наказывать. А что касается общей аварийности, то с ней продолжают бороться. В том числе и с помощью камер видеофиксации нарушений. Их, к слову, станет еще больше. У нас порядка 147 сейчас комплексов, 3 мобильных комплексов. В текущем году губернатором Алтайского края Виктором Петровичу Томенко принято особое решение в части федеральных автомобильных дорог. Выделено дополнительно 150 миллионов рублей на комплексы фото-видеофиксации, которые будут установлены на федеральных автомобильных дорогах. Это как следствие 2022 года, когда у нас просто зашкаливала аварийность. Продолжается ремонт дорог. Хотя в 2024 году федеральная программа о безопасных и качественных подойдет к концу, стартует другая ремонт опорной сети. Это та сеть дорог, которая соединяет наш край с другими регионами и государствами. Попадут туда и региональные участки дорог с самым высоким трафиком движения. Требует повышенного внимания ремонта дороги Мартынова-Тогул-Залесова, граница Бурлы с Новосибирской областью. Мы видели с вами практику прошлых лет это направление Барнаул-Камень на Биславгород. Большой туристический маршрут, соответственно, особое внимание. Мы уже дошли до камня, зашли за камень, потихоньку, поэтапно идем в том направлении. И при проектировании капитальных ремонтов и ремонтов, естественно, мерам безопасности уделяется особое внимание. Ради безопасности в аварийных местах делают и шумовые полосы, проводят освещение по 30-40 км в год. А еще министр и начальник ГИБДД сегодня рассказали, что ждут, когда на федеральных трассах разрешат возводить дорожные неровности ради снижения скорости. Помочь снизить аварийность, по их мнению, сможет и контроль средней скорости передвижения, к которому в России планируют вернуться. Законный проект уже внесен в Госдуму. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, День с толком.